Вместо чистой воды густой ил, на берегу свалка мусора. Озеро Лесной Колог в промышленном районе Самары жители обходят стороной. Вспоминают, когда-то здесь купались дети и водились утки. Сейчас есть одна, только резиновая. Лесной Колог нужно вернуть к жизни, решили местные жители. С этой инициативой они обратились в общественный совет микрорайона Дубрава. Идею поддержали. Городской департамент благоустройства и экологии заключил муниципальный контракт, и подрядчики уже приступили к работе. Местные жители радуются. Это, так сказать, является легкими нашего района. И мы очень часто здесь проводим свое время. Ну и, собственно говоря, сюда, конечно, тоже ноги нас иногда приводят. И хотелось бы уже, чтобы здесь было что-то более такое красивое. И я очень рада, что взялись за очистку. Рабочие убирают мусор, пилят аварийные деревья, вырубают кустарники. Работы много. С этого участка запланировано вывести порядка 300 кубов мусора. В планах и очистка дна озера. Для этого привлекут тяжелую технику. Донные отложения, они берутся где-то на сантиметров 30-40. Да, потому что озеро заилино, и родники не могут просто пробить воду. Тем самым мы дадим возможность, чтобы оно ожило. Насколько качественно подрядчики очищают озеро, следят члены общественного совета. Наша задача – общественный контроль по работам по этому озеру. И плюс, конечно, я думаю, что жителями микрорайона нужно проводить работу по поводу того, что этот кусочек, такой оазис, он чистый, красивый, должен стать им. И после этого нужно его сохранять все вместе. Полностью привести территорию в порядок подрядчики планируют в течение месяца. Алина Чемерис, Лариса Шалафас, Сергей Баскин. События.